МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Если люди радуются слову снайперы, тут гадалки не ходи. В город приехала Диана Арбенина и ее коллектив «Ночные снайперы». Здравствуйте, Диана. Салют, салют. В прошлом году вам не удалось дать концерт в Благовещенске и не в нем одном. Целый ряд городов отказал вам в концертной площадке. Они вполне понятны лично мне причинам. Для того, чтобы расставить все точки над «и» и прекратить весь поток домыслов, пожалуйста, информация из первых рук. Слушайте, меня просто пытались, скажем так, насильно впихнуть в политическую историю. Время-то такое неспокойное. И на этой волне было временное помешательство городов. Ну, администрации городов или, скажем, организаторов на местах. Но поскольку подоплеки действительно никакой не было, собственно, все и улеглось. Другое дело, что я вот за этим наблюдая, пришла к выводу, что, конечно, нас всех спасет только какой-то трезвый рассудок и абсолютная уверенность в том, что ты честный и ничего плохого не делал. Что касается конкретики, то в июле 2014 года я на своем концерте, перед концертом, точнее, сказала в Киеве людям, которые пришли на концерт, что я им очень не завидую, потому что они не виноваты в том, что их правительство их купает в крови. И что они попали в такое страшное время, вот именно их жизни попали в такое страшное время. И я очень им сочувствую, я им сейчас сочувствую. И мне кажется, любой человек, который живет на этой планете, как-то все же не будет радоваться тому, что соседнее, в общем, братское государство пребывает в таком ужасном переплете. Где же здесь Крамола в этом высказывании? Так это же все, слушайте, это все были журналисты, я вас умоляю. Я не успела сойти со сцены, они сказали, что я извинилась за Россию, это подхватили, украинцы, это подхватили русские, вот такой вот был поток какой-то ахинеи. Мне трудно дышать, горы оставим, глупо искать причину в тех, кто нас предал. Дай бог им победы. Я покачусь по равнинам вдоль сосен, до океана, до тундры, до сопок, до солнца. Я стала младенцем. Брат в голове не хватает гитары, клавиши суть молодки, а не строны 20 декабря. Президительно юный. Это, конечно, вопиющая история, потому что появилось много людей, которые считают, например, что нужно мериться количеством патриотизма в крови. В соцсетях это особенно заметно. Я вообще этого не понимаю, потому что зачастую эти люди, которые бьют себя в горло, ой, господи, в горло, в грудь, руками, кулаками, говорят, как они любят свою страну, они, в общем, и на улице плюются, и окурки выбрасывают, и за МКАД не выезжают, понимаете, не говоря о том, что они не знают, что такое Дальний Восток, например, где находится Благовещенск. Вот такие мысли, вот пойти, например, и узнать что-то полезное и нормальное в голову не приходит. Описать вот это вот все, это мы можем, конечно, это естественно, абсолютно. Отмена концертов – это перебдение на местах по вашему? Да, сто процентов. Ну это же… Сто процентов, потому что был Воронеж, Воронеж, и там организаторы не пошли на поводу вот этой паники, которую спровоцировал во многом один из наших телевизионных каналов. Вот, три буквы в этом канале, первая – Н, потом вторая – Т, третья – В. Вот, и сразу меня так, знаете, махом записали во враги народа. Такие упыри вообще. Так вот, и также был концерт в Свердловске, который организовали наши фанаты. Понимаете, в чем дело? То есть, если бы, например, это была директива какая-то, и если бы у нас не было свободы слова, о которой, точнее, все говорят, о несвободе, несвободе слова, ну, я бы сейчас здесь не сидела, наверное, все же, потому что я-то свое мнение не поменяла. Я как считала, так и считаю, что человек, который играет рок-музыку, призван играть везде. И в Украине, и в России, там, я не знаю, и в Аргентине, везде. Главное, чтобы тебя позвали. А очень часто ведь есть люди, которых не зовут, и которые, опять же, не выезжают за пределы той же Москвы. А мне повезло, потому что нас зовут играть в Тбилиси, например, в Осетию, в Украину, в Молдавию, вот во все, в Париж, в Париже мы сыграли в прошлом году, в Бельгию и так далее. Надо расширять географию, потому что везде живут люди, которые не хотят войны, и которые абсолютно не имеют никакого отношения к этой самой чертовой политике, понимаете? В общем, о перекрытии кислорода речь не идет. Да нет, конечно. Слава Богу. Все, давайте политику в сторону отмечаемую, давайте уже о музыке поговорим, наконец-то. Проект «Главная сцена», который сейчас еще извеченно популярен, очень хочется о нем поговорить, тем более, что вы участвовали... А он популярен, да? Я просто не знаю. Я в моей семье популярен, давайте так, по крайней мере, поэтому лично мне это интересно. Вы участвовали как наставники в проекте «Голос» в украинском аналоге. Да, было дело. Вы, наверное, единственный человек, кто и в «Голосе» участвовал, работал, и на главной сцене, и в главной сцене. Ну, что значит работал? Ну, это работал. Нет, ну, что касается «Голоса», мне было там интересно, потому что у меня была команда. Ну, там же набираешь команду, начинаешь с ней заниматься. И, конечно, было здорово, что моя команда дважды выиграла, первый, второй сезон. Потом я уже поняла, что меня, наверное, разорвут местные, поэтому я сразу встала и уехала после того, как второй раз выиграла. Ну, полушучу, конечно. Никто бы не разорвал. А что касается главной сцены, то там больше такая, знаете, ну, мне кажется, все же работа ментора. Ну, или, скажем, человека, который что-то там уже где-то понял. Поэтому я чем могу, тем помогаю, потому что те люди, которые на сцену выходят, они мне очень многие симпатичные. И для того, чтобы у нас не было вот этой миграции одних и тех же артистов с первого на второй канал, со второго на первый, с первого на второй, эти голубые огоньки, где один и тот же набор вот этих самых лиц, которые, в общем-то, не молодеют, правда? А молодых как-то не появляется. Я думаю, что такие проекты и призваны находить новых самородков, потому что мы не можем постоянно оперировать тридцатью фамилиями. Страна-то огромная, талантов-то больше намного. Что должно быть в молодом артисте, чтобы заставить вас скачать на кресло с ногами или выбежать на площадку, петь вместе с ним, бить руками по ударным установкам? Ну, вот Радио Каммергер там была такая группа, и она и есть, она прошла в финал, сразу забегая вперед, могу сказать вам. Хорошие такие парни. Ну, вот самобытность. Самобытность, безусловно, какая-то, ну, такая-то очень хорошая, вежливая наглость. То есть люди должны не бояться себя проявлять, понимаете, и им должно, у них должно быть что-то внутри, что меня бы заставило захотеть их слушать еще и еще вот что. Когда были случаи, когда вроде бы по технике все хорошо, но тем не менее не проходит артист. Почему? Слушайте, техника никого. Слушайте, дело в том, что опять же, вот что такое голос, да? Голос иметь недостаточно. Голос, это по сути неинтересно. Голос интересный один раз. Ну, то есть одну песню, ну, две песни. Как аттракцион. Три песни. И ты, о боже, как она поет, или там он. А дальше ты так заскучал, заскучал и говоришь своему там товарищу, с которым пришел на концерт, пойдем к кофейку, бахнем в буфете. Почему? Потому что вам неинтересно, потому что это вторично. Голос иметь, это как азбука. Ведь на самом деле каждый из нас знает алфавит. А сделай так, чтобы было интересно. Напиши интересно. Вот это талант. Вот голос плюс талант равно то, что в принципе меня может зацепить. Я считал, что ваш новый альбом «Мальчик на шаре». Ой, уже старый, Леш. Ну, новый, в рамках поддержки альбома вы ездите сейчас. А, ну да. Вот этот альбом, он не совсем снайперский, не совсем в характере снайпера. В чем принципиально различие? Ну, я как-то в какой-то момент заскучала в своей группе. Ну, как-то мы перестали заниматься музыкой, все больше обсуждали тачки, горчицы на гастролях и так далее. Я поняла, что как-то музыке, наверное, хана пришла. И очень сильно затасковала, и пошла налево. И записала совершенно другими музыкантами сольную пластинку. Вот как было. Потом времена, слава богу, прошли. Черные. В каждой группе есть, слушайте, в каждой группе есть благоприятное время. И, скажем так, время стагнации. Это нормально. Нельзя постоянно гореть. Чайник тоже нужно снимать с плиты, иначе он взорвется. Вот. Поэтому вот у нас был такой период в жизни группы «Ночные снайперы». Как-то дальше все выдохнули, с некоторыми я рассталась. И как-то пересмотрела то, что происходит, и мы собрали состав. Вот. То есть ритм секции осталась прежней, отказалась от клавиш, взяла другого соло-гитариста, и вот мы сейчас играем вчетвером такой хороший, крепкий рок-н-ролл. И могу сказать, что я абсолютно не пожалела о том, что и ушла налево, и что вернулась обратно. Это хоть честно. Потому что, знаете, сидеть так, пыжиться, и записать какой-нибудь плохой альбом, это плохо. А я действительно записала «Мальчика на шаре одна». И вернувшись, вот сейчас мы записали альбом, который выйдет в феврале. И, конечно, мне будет очень приятно, если вы его послушаете, мы в следующий раз встретимся, и вы скажете Арбенина, ну ничего, так записали снайперы, альбом новый. Кто он, мальчик на шаре? Это привет Пикассо или Экзюпюри? Да, больше Экзюпюри, конечно. Что касается Пикассо, так там все-таки девочка. И что касается мальчика, так у меня растут два таких... У меня, правда, мальчика и девочка растут, у меня же двойня. Но дело в том, что девочка такого жару дает, знаете, что все-таки мы с маленьким принцем больше дружим, чем с девочкой на шаре. А ребята ваши, они в школу скоро? Ой, знаете, я очень рада, что они родились в феврале, потому что у меня есть два года еще. Я не отдам их в школу в шесть с половиной, я буду ждать до семи с половиной. Я никуда не буду торопиться. Но они еще не готовы, они еще маленькие совсем. А чему они научились в своей неполной шесть? Ждать маму. Ну, тут такая ситуация, что меня же часто бывает, не бывает дома, и они, конечно, бойцы. Они бойцы, и они хорошие такие растут, ребята. Чему Артем и Марта учат вас? Любви, наверное. Чему же еще? Любви не бывает мало, и не бывает много, и ровно столько, сколько есть, но всегда хочется, конечно, какой-то нежности от жизни, и хочется дружественности, и хочется любви. И они как раз все эти чувства во мне провоцируют. И один, и второй. Несмотря на то, что я взрывная, конечно, с ними. Спасибо, Диана, за честные ответы. Желаю вам честных, побольше концертов, вернее, нам побольше честных концертов, а вам побольше честных зрителей и слушателей. Спасибо большое. Это были простые вопросы для лидера группы «Ночные снайперы» Дианы Арбениной. Класс. И я вяжу свою историю, Собаки лают, а мне здорово, И постоянно пахнет Порохом малого. На небе все давно устроено, Один и в поле будет воином, И я пишу свою историю Сама. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!